Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. В Высшем театральном училище имени Щепкина состоялся конкурс чтецов среди московских школьников. Испытай, завладев еще теплым мечом, и на сверхе надев, что в о чем, что в о чем, разузнай, кто ты, русский или забранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой победой ты взводишь скорбя, и когда ты без кожи останешься друг от того, что убили его, и тебя. В мероприятии приняли участие 50 столичных учеников, которые набрали наибольшее количество баллов в жанре художественное чтение, городского фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств-2018». Организаторами конкурса уже по традиции стали Высшее театральное училище имени Щепкина при Государственном академическом малом театре России и городской методический центр. Это традиционно для театрального училища имени Щепкина и для малого театра, чтобы звучащее слово, слово, основанное на выдающихся произведениях русской литературы или зарубежной литературы, чтобы это становится в большой мере основой нашего театрального образования. Популяризация среди школьников русской и зарубежной литературы, повышение интереса к чтению, пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства. Вот главные цели конкурса. Репертуар участников впечатляет. Ребята читали стихи, исполняли прозаические произведения отечественных и зарубежных авторов. Я читала стих Александра Блок на поле Куликовом. Я это стихотворение уже знаю давно, когда мы проходили его по школьной программе, но мне потом предложила мой наставник, если так можно сказать, который меня готовил к этому конкурсу, предложила именно это стихотворение. Самое главное, наверное, это владение текстом. Чтобы рассказать это стихотворение, нужно его очень хорошо знать. В первой группе выступали ученики восьмых и девятых классов. Более 20 ярких номеров и только один победитель. Когда сказали, что я лауреат первой степени, это, конечно, было захватывающе. Здесь было много сильных участников, которые читали прекрасные произведения классической литературы, но все-таки лучшим оказалась сегодня я. Участники второй возрастной группы – десятые и одиннадцатые классы. Среди них также определили тройку призеров конкурса, а все участники получили памятные сертификаты. Не оставили без внимания и педагогов, которые готовили артистов к выступлению. Им вручили благодарности, подписанные ректором Высшего театрального училища имени Щепкина Борисом Любимовым. Субтитры создавал DimaTorzok